Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Частота пляжей курорта – показатель качества отдыха. Санитарное состояние пляжей Анапы контролируют постоянно. После шторма работы на пляжах добавляется в несколько раз. В минувшую субботу в Институте береговой охраны ФСБ России состоялся выпускной. Новый рекорд – книги Гиннесса. В Анапе провели первый всероссийский фестиваль «Черноморская мидия». Чистый пляж – основной показатель качества курорта. Власти Анапы предъявляют к санитарному состоянию пляжей самые серьезные требования. Сотрудники МУПАКУ убирают пляжи каждый день и несколько раз в день во время шторма. С сильным ветром и волной во время штормовой погоды на Анапский берег принесло много мусора и водорослей. Сотрудники предприятия объединения курортных услуг и днем и ночью проводят работы по наведению порядка на побережье. С утра на уборку пляжей выходят несколько бригад по 20 человек. Собирают выброшенные штормом бытовой мусор, ветки деревьев и морскую комку. Позже подключается 10 единиц спецтехники – трактор, погрузчик, самосвал. Рабочие практически без остановки. С полшестого у нас развод. В шесть часов начинаем работу. До девяти пока людей нет. Если их нет, если есть, тогда до обеда. Там люди все равно появляются и возмущаются, что техника ходит. Поэтому мы вынуждены заходить в гараж. И с девяти часов вечера уже начинают работать погрузчики. Грузовая техника. И до пяти часов утра. За прошедшие штормовые дни с пляжей Анапы было вывезено 82 машины водорослей по 20 кубометров и 26 тракторных прицепов бытового мусора. Сотрудники МУПАКУ продолжают убирать Анапский берег от морских отходов в усиленном режиме, чтобы пляжи-курорт оставались в чистоте и порядке. Единственный в стране Институт береговой охраны ФСБ России в торжественной обстановке на обновленном плацу принимал парад выпускников-мичманов. Военный оркестр исполняет марш и красивая традиция и свидетельство высокого уровня учебного заведения. Выпускников приветствуют родственники, почетные гости и руководство Института береговой охраны. Сегодня береговая охрана пограничных служб ФСБ России пополнится новыми профессиональными кадрами, которым предстоит обеспечивать безопасность морских границ нашего государства и приумножать славу России. Это событие очень значимо для всех присутствующих Института, для пограничных органов, но для каждого выпускника это важный шаг профессионального и гражданского становления. С каждым годом престиж Института и военного дела растет. По предварительным оценкам специалистов, в новом учебном году конкурс на место по отдельным специальностям составит 7 человек. Я очень рада, я счастлива, что мой сынок успешно окончил Институт. И всего ему хорошего в жизни, и всем ребятам. А пока над плацом звучит приказ о присвоении курсантам первого воинского звания «Мичман». Под аккомпанемент барабанной дроби выпускники получают дипломы и погоны. Товарищ полковник, погода Мичманов и диплом выпускников 2014 года вручены. Чуть позже они сменят морские воротнички на рубашки с погонами и вмиг повзрослеют. Чувство гордости за Россию в такие минуты ощущаешь особенно остро. Заслуги лучших курсантов, проявивших активность за три года учебы, отметили почетными грамотами и благодарностями. К выпускникам обратился глава города-курорта Сергей Сергеев. Сегодня Анапский институт береговой охраны КУСБ России проводит очередной выпуск мичманов, которые разъедутся по всей нашей необъятной стране. И я уверен, будут счастье внести службу охранять наш покой, охранять наши рубежи, наши рубежи. Сергей Сергеев отметил, институт береговой охраны ФСБ России выполняет большую социальную роль в стране и в частности в городе. Власти в свою очередь делают все, чтобы сотрудникам учебного заведения и их семьям комфортно жилось в Анапе. Выпускников этого года поздравил председатель совета ветеранов Анатолий Гапонов и пожелал удачи в службе. Мне хочется напомнить известные вам слова адмирала Нахимова. У моряка нет трудного или легкого пути. У моряка один путь – славный. Мичманам, выпускникам хочу пожелать от старшего поколения высоко нести честь института береговой охраны, который вы закончили в городе воинской славы. Дорожить войсковым товариществам, быть заботливы и внимательными командирами к своим подчиненным. Добрый путь, всем путь, честный воды вам подкидем. Новые погоны на ваших плечах – это не только есть свидетельство вашего карьерного роста, но это и есть свидетельство того долга и ответственности, которое вы берете на те же плечи. Ваше призвание – быть верными сынами и защитниками нашего российского отечества. Отдавая должное памяти герою Советского Союза, к памятнику Ивану Голубцу возложили цветочную корзину и под звуки духового оркестра торжественно выпускники прошли по плацу, бросая в воздух монетки. На счастье. В городском театре состоялась церемония награждения активной молодежи города-курорта. Благодарности главы Анапы получили молодые люди, которые по итогам прошедшего года достигли наибольших успехов в разных сферах. В малом зале городского театра молодое поколение Анапы. Те, кто по итогам 2013 года достиг наибольших успехов в культуре, спорте, образовании. На курорте 35 тысяч людей в возрасте от 14 до 35 лет. Студентов больше 6 тысяч. Выбрать лучших было непросто. Вы очень много делаете для того, чтобы прославить наш город. Я не буду перечислять сегодня достижения в учебе, достижения в спорте. Мы будем награждать этих молодых людей. Будем отмечать их сегодня. Но, наверное, больше делаете, чем среднее поколение. Я уверен, что вы более креативно, более прогрессивно смотрите на свое будущее. Мэр Анапы Сергей Сергеев уручил благодарности специалистам молодежных центров, преподавателям и студентам высших и среднеспециальных учебных заведений, сотрудникам анапских здравниц, спортсменам и артистам. Самые активные молодые люди продвигают курорт не только на местном уровне, но и за пределами края. Сегодня хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете. Вы действительно золотой фонд, золотая молодежь. Те представители нашего славного города Анапы, которые все делают для того, чтобы светлое будущее у города-курорта было обязательно. Один из представителей золотого фонда молодежи Анапы – студент Иван Марченко. В этом году стал лауреатом с российского конкурса «Моя законодательная инициатива». Обошел 350 конкурентов, защитил проект и вошел в резерв Государственной Думы России. Моя работа относится к категории бюджетного наукового законодательства и посвящена законопроекту о деятельности коллекторских агентств в нашем государстве. Данная проблема уже существует не первый год, она требует решения. И моя работа была посвящена этой проблеме. И для решения ее я предложил разработать специальный федеральный закон, который устранит правовой вакуум данной области. Для развития молодого поколения на курорте делают много. Специалисты молодежных центров проводят мероприятия на самые разные темы. Не перестают призывать молодежь к здоровому образу жизни. Успехи спортсменов, победы творческих коллективов на конкурсах – пример для многих. Хотелось бы посоветовать молодежи быть активными, участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся в нашем городе, собираться, общаться и не забывать, что это их время, это наше время, это золотое время. По красной ковровой дорожке прошли лучшие юноши и девушки курорта. Талантливые ребята проявили себя и получили заслуженные награды. Ими гордится город. Продолжаем выпуск. Лаки Булл в Анапе открыли стейк-хаус в центре города. Как готовят и как должны выглядеть правильные стейки, расскажем прямо сейчас. Арома свежеподжаренного мяса с хрустящей корочкой в уютной атмосфере стильного ресторана. Стейк-хаус Лаки Булл – первое заведение в Анапе, где готовят настоящие стейки. Одно из самых популярных блюд во всем мире. Далее у нас большая работа. Год мы сделаем, но наконец-то мы открываемся. Надеюсь, что наш стейк-хаус будет тем местом, где мы захотим проводить свои братья, мои приятные, просто присоединяемые друзьями. И выпить чашку. Лидер в листе заказов ресторана стейк-хаус Лаки Булл – стейк Рибай. Его подают почти поджаренным. Мясо внутри светло-розовое. Низкую степень поджарки особенно любят французы и испанцы. А американцы предпочитают хорошо поджаренное мясо. В ресторане стейк-хаус Лаки Булл готовят стейки по всем четырем степеням поджарки. Только из охлажденного мяса говядины, специальных пород животных. Доставляют мясо из Аргентины и Новой Зеландии. Сточник ароматный, только приготовленный с говядиной, стейк настоящий. Обязательно с тираном, либо со свежим розмарином. И, конечно, самое главное – это приготовленный с душой. Качественное свежее мясо и мастерство повара – залог вкусного стейка. Для полной гармонии и атмосферы ресторана должна быть соответствующей. В стейк-хаусе царит умеренное спокойствие. Само время замедляет ход, чтобы гости отдохнули и без спешки полакомились настоящими стейками. В день открытия гостям подали ассорти из разных видов стейков. Ресторан достойный и он займет одно из первых мест в нашем городе. Потому что интерьер сам, средиземноморский такой, располагающий и к отдыху, и к праздникам. В принципе, я думаю, что дай бог, что пойдет. Ресторан – это доброго пути. Стейк-хаус, да, мне очень нравится. Ресторан и по тому, как он выглядит, и по качеству еды. И, в принципе, очень комфортно, очень мило. Мне кажется, очень, так, по, как бы так сказать правильно, по-курортному, мне кажется. Потому что светлые-то на дерево. Все очень приятно, очень красиво, очень душевно. Здесь созданы разные зоны для разного отдыха. Уютно будет маленькой дружеской компанией и солидным гостям на корпоративных праздниках. И для романтических ужинов – стейк-хаус Лаки Булл – самое подходящее место. Здесь понравится и маленьким гостям. Для них разработано специальное детское меню. Надеемся, что пребывание здесь будет отличаться от пребывания другого в месте нашего славного города Анапы. И приедутся к нам с вашими детьми. Тоже здесь будет интереснее. Скоро в ресторане откроют детскую комнату для еще большего комфорта гостей. Ресторан «Стейк-хаус Лаки Булл» работает с 8.30 утра до часу ночи. Фестивальная Анапа приняла у себя первый всероссийский фестиваль «Черноморская медиа», который сразу отличился тем, что попал в книгу рекордов Гиннесса. Об этом в сюжете. Надо сказать, что к установлению рекорда тщательно готовились организаторы и повара ресторана «Облака». Сегодня будет совершена попытка установления нового мирового рекорда по приготовлению «Черноморской медиа». Предыдущая порция принадлежит Болгарам. Это город Варна. Было сварено 89 килограмм. Сегодня этот рекорд должен быть побит минимум на 25%. К назначенному часу на улице был установлен гигантский казан, в котором уместилось 127,5 килограммов медий. За взвешиванием и приготовлением блюда тщательно следил директор Международного агентства регистрации рекордов Влад Копылов. Он и вручил анапским кулинарам сертификат об установлении мирового рекорда. Такой порции медий за один раз до сих пор нигде не готовили. А вот куда девать приготовленную по всем правилам кулинарии с заморскими специями и цитрусовыми плодами сотню килограммов медий, проблемы не возникло. Рекордная порция была съедена гостями и жителями курорта за 23 минуты. Также на фестивале состоялись соревнования по скоростному поеданию мидии. Чемпион Николай Некрасов из Краснодара съел 2 кило моллюсков за 12 минут 17 секунд. Отдельная порция была отправлена в Крым. Долетит ли она до адреса-то неизвестно, но кому-то этот сюрприз все-таки достанется. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник, 1 июля в Анапе будет тепло и солнечно. Температура воздуха в дневные часы 25-27, ночью до 23 со знаком «плюс». Ветер переменный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме, 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы плюс 22 градуса по Цельсию. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48 300 и 48 333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова